И об энергетических ресурсах страны. Повторный запуск добычи нефти на Кашагане может быть вновь отодвинут. На этот раз до 2017 года. Предположительно, способствует этому снижение цен на черное золото и влияние экономических санкций против России, считают представители компаний-разработчиков. А вот отечественные эксперты уверены, причина задержки в недостаточном контроле казахстанской стороны. Тему продолжит Амина Абдрахманова. Повторный запуск добычи нефти на Кашагане может быть сдвинут в очередной раз, но уже на более длительный срок – 2,5 года. Пока официальных заявлений не было, но вот прогнозы самих разработчиков и отечественных экспертов вполне реальные. К тому же сам министр нефти и газа Узакбай Карабалин не раз заявлял, что раньше 2016 года откачка черного золота не начнется. По словам экономистов, причина заморозки работ на Кашагане не только в трубопроводе, но и в пассивном участии казахстанских компаний в разработке проекта. Допустили бесконтрольность, получили вот такой результат плачевный. Почему я говорю бесконтрольность? Потому что наша компания уже имела довольно длительное время, почти 17% участия в этом проекте. Где же они были? Месторождение «Кашаган» было открыто в начале 2000-х. Разрабатывает проект международная компания «Норс Каспиен Оперейтинг Компани». В нее входит казахстанская национальная компания «Казмунайгаз» с долей участия 16,88%. Итальянская «Ени», французская «Тотал», американская «Эксонмобил» и англо-голландская «Ройал Дач Шелл» имеют 16,81%. Доля азиатских рынков меньше. У китайской «Си Эн Пи Си» 8%, у «Инпекс» из Японии 7,5%. Каждая из этих организаций заключила соглашение на разработку месторождения не менее чем на 40 лет, поэтому запустить добычу спешит не каждая из них. Те иностранные компании, которые работают, они расходуют деньги. Хорошо, давай можем еще на один год отложить. И все свои расходы в будущем они отнесут, то есть пока не получат, не возвращают свои деньги зарасходованные, а потом давай прибыль делить. То есть это фактически получается за счет... Поэтому мы все заинтересованы, чтобы скорее Кашаган вошел в эксплуатацию. Добыча нефти на Кашагане началась в сентябре прошлого года, но уже спустя неделю из-за утечки попутного газа работы были приостановлены. Сроки возобновления откладывались не раз. Стоит отметить, что это самое крупное месторождение в мире, открытое за последние 4 десятилетия. Однако пока кашаганская нефть так и осталась неоткрытой. Амина Абдрахманова, Якун Жанна Шемжанов, телеканал Алматы.